Мы сделали объединенный чемпионат Женская лига, потому что по экономическим соображениям мы объединили команды высшей первой лиги для того, чтобы лига была достаточно массовой, достаточное количество команд. Результаты мы увидим на финише. Все остальные лиги и турниры проводятся в обычном режиме. Конечно, есть потери из-за ситуации в стране, в первую очередь экономический фактор и фактор территории Донецкой и Луганской области. Мы понесли потери в чемпионатах Суперлига. Это команды Донецкой и Мариуполь. Тут объяснять ничего не надо, что происходит сейчас на этих территориях. В женской лиге, в высшей, ну практически все лиги потеряли команды из этих регионов. Те, которые сегодня не находятся под контролем Украины. Но играют команды из Донецкой области. В остальных чемпионатах, даже в детских чемпионатах представлены команды из этого региона. Тяжело, но в принципе все чемпионаты Украины в полном объеме проводятся на сегодняшний день, включая шесть возрастов детско-юношеской баскетбольной лиги. Когда мы собираем, проводим пресс-конференцию, посвященную итогам чемпионата, итогам прошедшего года и жеребьевке будущих чемпионатов Европы, в принципе интересуют только будущие чемпионаты Европы. Многие журналисты, когда повод негативный появляется в результатах на международной арене, любят упрекнуть и по факту поверхностно пройтись по работе федерации. Но я еще не помню случай, чтобы кто-нибудь всерьез поинтересовался и заглянул туда за кулисы. Витископ. Спортивное видео.